дорогие друзья всем привет меня зовут даша рада снова увидеть вас на своем youtube канале и сегодня у нас вторая часть наших весенних фаворитов на прошлой неделе в предыдущем видео я вам показала их мы конкретно так поговорили про технические характеристики как это носится посмотрели сводчи все прям капитально разобрали я видела ваш фидбэк честно говоря я сама так планировала и записала для вас второе видео где я уже крашу с этими фаворитами поэтому мы можем посмотреть как это работает как это смотрится ну и собственно теперь уж точно выбрать что-то для себя и приобрести потому что самое время чтобы закупиться и быть во все оружие к весне поэтому если вы еще не подписаны на канал то подписывайтесь и давайте скорее смотреть сразу хочу сказать что этот макияж максимально вариативен здесь все зависит от вас любите бордовые стрелки смотрите что за карандаш я использую и повторяйте если они вам не нравятся то вы можете обойтись просто какой-то легкой сиреневой тушевкой то же самое с оттенком спаркла если вы приобрели только саны у вас больше ничего нет или у вас бернович 13 вообще здорово кладем бернович 13 здесь главное я не хочу вас отпугнуть потому что я показала базу и показала основу я хочу вдохновить вас подарить какое-то весеннее настроение поэтому берите ваши любимые кисти косметика которая у вас есть ну присмотрите для себя сегодня что-нибудь и давайте попробуем так поностальгировать то что я знаю что у многих еще зима вот и мне кажется мы приблизим весну таким красивым сочным ярким макияж я думаю самое время переходить к макияжу первое что я сделала то что осталось за кадром это я подготовила нашу кожу это абсолютно мастхэв для всех какая бы у вас ни была кожа сухая жирная проблемная неважно мы всегда ее подготавливаем это очень важно иначе любой тон даже самый классный даже самый хороший будет у вас плохо выглядеть и вы будете задаваться вопросом почему он дальше подошел а мне нет вот поэтому мы подготавливаем нашу кожу это все доступные и комфортные для вас этап это тоник сыворотка любимый ваш крем то есть все что вы привыкли обязательно про это не забываем кстати я сейчас тестирую очень интересный уход если вы подписаны на мой телеграм-канал то там есть такой небольшой спойлер я получила очень интересную посылку я тестирую и совсем скоро уже думаю в следующем видео я смогу с вами поделиться поэтому если вам интересно то подписывайтесь на мой телеграм-канал там просто такая движуха невероятная мы с вами общаемся болтаем сплетничаем там очень много промо-кодов акций мы вообще всяких полезностей поэтому я вас там жду ну и собственно мы начинаем разговоры в сторону кожа подготовлена и сейчас самое время конечно же воспользоваться нашим прекрасным тональным кремом от шанель вы мне писали что даже покажи как он выглядит конечно конечно это обязательно как бы без без этого не обойтись смотрите можно наносить с руки но мне комфортнее работать палитрой во первых посмотрите какая она красивая заказала себе палитру но не забываем если вы работаете палитры пожалуйста обрабатывайте ее потому что она непонятно где у вас лежит и хочется чтобы поменьше микробов к вам перешло на вашу потрясающую кожу я просто любым каким-то средством без спирта желательно ну можно еще спиртом конечно но есть более щадящие жидкости вот соответственно я обрабатываю и уже дальнейшем мы сможем использовать наш тон кстати что самое интересное с этим тоном шла просто потрясающе смешная кисточка смотрите на эту пупульку я даже не знаю как ее назвать это просто как какой-то очень смешной малыш но наверное использовать ее под консилер вполне себе и неплохо но у меня есть такой более дорогой люксовый аналог этой кисти это кисть от нбьюти неоклассик н1 она классно справляется с такими текстурами соответственно мы наносим этот флюидик на нашу палитру помните я показывала вам видео что там очень интересная такая текстура то есть это то что нам нужно сейчас активно так смешать ну и конечно же даже не знаю может быть не с палитра вообще это нужно делать потому что ну прям максимально легкое покрытие у нас получается сейчас я возьму так замечательно смотрите вообще максимально невесомо красиво то что нам как раз нужно с вами весной правда расход у этого средства большой я бы сказала потому что но все-таки и на кисть часть уходит ну и совсем такая флюидная водичка мне прям очень нравится какой подсвеченный эффект и при этом я честно говоря всегда перед съемками люблю пошалить например вот здесь и не завидите вы или нет прекрасное такого воспаление которое красуется на моем лице я всегда когда знаю что мне нужно снимать у меня чешутся руки настоятельно не советую за мной повторять вот и мне кажется это хорошо потому что вы сможете посмотреть какая степень перекрытия у этого средства если у вас какие-то есть несовершенства но и даже несмотря на это меня честно говоря всего прям устраивает вот такое красивое легкое покрытие у нас получилось мне очень нравится как у нас уже подсвечены красиво смотрится лицо хотя мы еще даже не воспользовались не хайлайтером не бронзером у меня тут просто весь стол завален всякими этим сияющим красивыми текстурами которые я добавлю но уже посмотрите очень прекрасно мне кажется очень хорошо конечно если вас бесит да вот тут у меня какие-то воспалюшки маленькие вот здесь вот мой прыщик то это можно дополнительно еще зафиксировать я даже не знаю будем ли мы с вами делать конечно на камере я наверное менее опрятно смотрюсь то же камеру все недостатки подчеркивать давайте немножко пройдемся консилера по таким местам которые меня смущают но это не обязательно то есть зависит от того какие у вас вообще планы на вечер ну и вот здесь мне немножко не хватает перекрытия конечно мы еще зону под глазами консилером тоже высветлим и продлим сюда тоже эту такую высветленную часть чтобы все опрятнее выглядело для работы с консилером предлагаю попробовать мою новую кисть от шик которая специально у нас называется кисть для консилера я ее только получил вчера поэтому я честно не тестировала не знаю возможно нам чего-то подпортит или наоборот сделает все красиво давайте вместе посмотрим и как раз сделаем вердикт нравится нам кисть или нет я беру консилер шик его не было моих фаворитов честно говоря но он очень легкий очень классные мне кажется вот для весеннего макияжа летнего он очень красивый поэтому я здесь тоже могу его настоятельно вам посоветовать как я наношу консилер я его наношу не вот тут ни в коем случае не в области где могут быть морщинки я его наношу вот так вот по краям аккуратненько и в тушевую это важно потом мы начнем с вами делать уже вторую часть ну что попробуем эту кисть смотрите это кисть лапка мне нравится приятно вообще я люблю вот такую форму лапки потому что она очень очень удобная и она прям смотрите как хорошо подбирается во все места где нам бы этого хотелось вот здесь очень аккуратно чтобы не наследить наших зонах где могут быть мимические морщины так ну кистью я довольна мне кажется симпатичненько вышло как он и консилер смотрите какой легкий просто очень 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 красиво давайте оформим вторую часть нашего лица консилером и так как тон очень легкий я немножко места которые меня могут раздражать потом на монтаже кисточка линяет кисточка вот есть проблема небольшая эти кистей что они все-таки оставляют след вот как и обещала это просто из-за того что мы с вами снимаемся в целом несмотря на то что очень легкое покрытие я комфортно себя чувствую с этими какими-то небольшими следами поэтому для жизни я наверное не стало быть все фиксирует дополнительно консилером проходится но для съемок давайте сделаем иначе на те кто то что посмотрю и расстроюсь так смотрите красиво все втушевывается консилер просто нереально легкий посмотрите вообще перехода никакого вот даже не видно где мы его использовали не использовали но еще и кисть кстати очень приятно у меня есть такая же лапка для коррекции тоже очень удобно и я люблю ей бронзеры наносить скульпторы ты даже румян тоже очень хорошо наносится вот хороших советую если смотрели там что те видела на балдере с такие наборы очень дешево стоит то есть он такие привлекательные предложения там по моему лапка большая это лапка и еще какие-то кисть для лица мне кажется все красиво мне прям нравится у нас более подсвеченный стал взгляд я не уставший выгляжу потому что уже очень поздно я обычно поздно снимаю видео следующий фаворит который я вам показывала ну и который будет логично сейчас нам использовать потрясающе красивый бронзер отриан жидкие колготочки они просто очень классно смотрятся на лице я вам говорила не говоря о том насколько они потрясающе пахнут просто наносишь и просто благоухаешь еще это очень красиво смотрится главное что так естественно подсвечено ну прям здорово не замика что ни разу на тело не наносила но как я говорила если это съемки если вам это требуется то вы тоже можете воспользоваться и на тело почему бы нет я нанесу обычно делаю капельки часа вам покажу как еще раз он выглядит если вдруг вы забыли вот такое потрясающе красивое средство и как я его наношу я люблю наносить это вот такой кистью по черночкам да то есть такая вот как как копытце небольшое но очень удобно это кисть от бобби браун как-то она называлась фейс по-моему full coverage фейс да она мне уже очень давно единственный минус который я могу выделить то что она у меня стала вот тут болтаться вот так мне не нравится неудобно пробовал ее приклеить и на клей и на скотч как только не делаю даже на изоленту уже думаю ладно пуфи как будет выглядеть но все равно как не очень так давайте я не могла себя отказать простите простите очень-очень красиво так мы с вами набираем я обычно набираю и еще вот немножко так протаскиваю чтобы не было какого-то чп хотя говорю втушевывается просто идеально вы наследите им ну маловероятно прямо очень хорошее средство по своим техническим характеристикам и я сначала намечаю где у нас будет область затемнения это соответственно и скульптурирование у меня и бронзирование и и все вместе взяты конечно если вы там любите более какую-то жесткую жесткое скульптурирование лица то вы можете до более как-то детальностью проработать я люблю полегче вот особенно в какие-то такие солнечные дни хочется чтобы такой просто как будто эффект загорелого красивого здорового лица смотрите сразу как красиво как будто я не знаю я это отдыхал загорала и вышла к вам в эфир мне очень нравится что такое подсвечивание у него почему красиво и все-таки и на ножках тоже красиво вы мне писали что чтобы я сравнила с колготками шик они еще не вышли они выйдут наверное в апреле в мае ну когда к сезон будет и возможно возможно я приобрету поэтому если вам интересно то пишите и мы купим и с вами посмотрим потому что в эти все-таки дороговато и не у всех есть возможность приобрести но продукт просто топовой не забудьте немножко протягивать чтобы все это более как-то однородно смотрелось то что это важно и сейчас я вам расскажу лайфхак о котором я просто не могу молчать если вы некомфортно чувствуете себя в тушевке если вы начинающий человечек который это делает либо просто что-то не заладилось не получилось у меня такой просто постоянно то я вам советую приобрести спонж даже если вы не будете им наносить макияж и вам покажет что это бесполезно как для вас игрушка это самое лучшее утрамбовывающее средство просто на планете если вы напортачили с тушевкой если вам кажется что она как-то жирноватенько получилось как-то все плохо втушевано друг друга спонж вам просто спасет ситуацию вот такая вот интеграция и реклама любого спонжа для макияж главное чтобы он был максимально выше то есть даже если вы чувствуете что он еще как-то влажноват лучше его дожать то что иначе может растворить немножечко ваш тон и вы расстроитесь я думаю что у меня тушевочка вполне себе аккуратненькая но мы можем вот немножечко так все это в тушевать особенно вот в этих зонах потому что здесь чаще всего что-то вылазит и ты такой блин некрасиво как-то я напортачу вот соответственно все это протягиваете я щас просто не хочу потому что то он очень легкий он и так сам весь влажный я не хочу максимально что-то там подпортить но вообще можно и вот так вот делать я вам показываю то все это будет выглядеть вообще перфектно очень красиво аккуратно смотрите как бронзер встроился наше лицо все подсвечено но мне очень нравится я не знаю мне очень нравится бронзер и вместе с ним тоном работает просто феноменально кстати оттеночек мне хорошо подошел что я переживала если что у меня оттенок b30 и я достаточно светленькая на мой взгляд ну что-то среднее вот поэтому оттенок можно посмотреть другие по моему более таки серовато какие-то желтые некомфортные нанесли с вами тон сделали такое легкое красивое влажное скульптурирование самое время перейти к румянам я рассказывала что сейчас мои фавориты и это румяшки от бренда не бледная я получил просто огромное количество фидбэка на не бледную где купить что это вообще и где раздают смотрите я просто хочу это озвучить то что возможно вы тоже задаетесь этим вопросом ребята продаются вконтакте них и собственная группа также они продаются на алиэкспресс так как это российская косметика доставляет очень быстро там два-три дня скорее всего можно забрать пункте выдачи там пить ворочки x5 там ритейл групп у них что-то там вроде как есть пункты выдачи я давно что не заказывал поэтому простите вот и соответственно недавно у них запустился свой интернет-магазин там тоже очень быстро удобно и комфортно заказывать вот так что если хотите то теперь вы знаете где их приобрести я рассказывал что не максимально кремовые такие красивые максимально естественные просто невероятно классно подстраиваются под любой макияж под любой образ ну просто какая-то конфетка вот я не отказываюсь от своих слов мне по-прежнему они очень сильно нравится чтобы нанести эти румяны я использую также кисть от бренда не бледная у них тоже очень интересные хорошие кисти особенно своем ценовом сегменте синтетика которая ну на мой взгляд реально работает соответственно мы берем такой бочонок набираем я предупреждала что так как это немножечко синтетика и немножечко тут такое масличка очень сильно передается поэтому вы тут осторожней иначе будете очень розовый чуть-чуть буквально стряхнем вот видите пигментация замечательная так что кто любит пигментированные румяна то присмотритесь румяна беспроблемное что главное тоже так берем намечаем наши щечки тут и вот тут и теперь когда мы уже наметили где будут наши румяна мы это немножечко да вот так протягиваем наверх и остатки я распределяю обычно на вот эти зоны очень красиво смотрится подсвечивающий мне кажется отлично вписываются действительный кто что уже у нас есть на лице это и бронзер это и наш подсвечивающий такой тон очень красиво освежающий румяна и так как мы с вами уже переходим к сухим текстурам главное сейчас закрепить наш тон это значит что мы уже не сможем ничего наносить кремовыми румянами скульптора и все прочее это важный этап я беру самую простую но при этом самую любимую мою пудру рассыпчатую от лоры самую легкую невесомую кисточку ten beauty s4 и набираем кисть и переносим чтобы закрепить потому что у нас сегодня все максимально легко максимально свежо и конечно еще под этими софитами я скоро засияю далее мы переходим уже к хайлайтеру и я вам показывала свою любимейшую палетку от our glass мы много о ней говорили что она такая красивая предательские заляпанная потому что очень сложно ее содержать в каком-то нереально красивом состоянии и здесь очень много невероятно классных оттенков в принципе можно продублировать румяна мне кажется что сейчас вот все прям красиво перекликается с моей непосредственно рубашкой я сильнее не хочу но вот этот оттенок он тоже даже это да посмотрите вот это он холодненький тоже красиво так подстроиться поэтому здесь уже на ваше усмотрение я предлагаю взять хайлайтер и кстати наталья шик тоже выпускает похожие палетки и многие спрашивали будет ли это очень ярко я говорил что скорее всего текстура хайлайтера будет как здесь смотрите она вот пудровая она максимально как будто бы пудра просто с большим вкраплением вот этих таких светоотражающих частиц и мне кажется что почему бы не ну не будем сегодня вообще прям максимально сиять мы так немножечко вы сияем набираем с вами хайлайтер и переносим на зоны которые мы хотим с вами подсветить у него такой красивый смотрите персиковый отлив мне очень нравится хайлайтера деликатное красивое свечение но в принципе как у всех продуктов и tower glass и как я говорила на мой взгляд эта палетка одна из самых универсальных даже не знаю может быть немножко сделаем румяшек мы так уже с вами сидим смотрите как красивый очень красивый хайлайтер давайте немножко немножко но обещайте обещайте если я буду краснючая на монтаже пожалуйста простите мне то что сейчас все в порядке прям мне кажется сейчас нам немножко румяна не помешает давайте вот возьмем вот эти румяшки я предлагаю даже немножечко смиксовать потому что но они очень-очень пигментированные хочется прям очень-очень легко сбрасываем и фух с богом чуть-чуть все хорошо пошло мне кажется нормально живем девочки ну вот люблю я не знаю мне хочется как ты прозови было по подсвечений и теперь смотрите вот то чего я хотела хайлайтер очень красиво перетекает в сияние этих румян потому что в небледный просто красивый такой матовый подсвечивающий финиш но нет каких-то светоотражающих частиц мне хотелось чтобы все это вот таким единым тоном переливалась если нам много сияния тоже можно взять непосредственно наш бьюти блендер либо спонж и немножко так топтать хотя мне кажется что сейчас все смотрится хорошо ну и я люблю когда вот такие очевидные честно говоря розовые щеки что мне кажется это всегда вот особенно здесь посмотрите редко его использую но мне кажется нужно почаще я вот так снимаю обзоры и обычно думал почему я так редко этим пользуюсь это же так красиво так закрепили нанесли хайлайтер нанесли румяна и теперь что самое время оформлять глаза самое интересное потому что вы все писали чтобы я протестировал палетку от инбьюти которая тоже показала я сделаю отдельный обзор на тестирование этой палетки потому что она заслуживает особого уважения и внимания в целом я получил такое количество отзывов что все хотите посмотреть на эту палетку что не могу вам отказать поэтому если вы еще не подписаны то подписывайтесь на канал и ждите что я с удовольствием все это протестирую и вам покажу но тем не менее сегодня мы тоже какие-то оттеночки отсюда возьмем я даже опять захватила свою любимую rose quartz от хуби потому что она очень красивая и она нам с вами тоже пригодится так но звезды сегодняшние наши это энд бьюти и спаркл мимоза который я вам тоже показывал в предыдущем видео соответственно сейчас нам нужно задать форму и сделать склейку основу для нашего спаркла форму можно задать либо на базе уже под тени либо просто без базы и наверное так как у нас еще будет клейкая подложка в виде жидких теней я не буду сегодня использовать базу и тени от бьюти это позволяет использовать их без базы то что они я бы не сказал какие-то прям невероятно пигментированные очень аккуратно они классно втушевываются ну и просто такой люксовый красивый продукт первым делом я предлагаю взять вот этот розовенький оттеночек и построить такую небольшую красивую форму тени очень красивые посмотрите она такой легкой чуть заснеженной розовой дымкой до передались на наши века очень красиво подсветили тоже здесь тоже такие очень красивые светоотражающие частицы и мне кажется что выглядит очень нежно вообще это полетчиков просто вот на весну какое-то открытие она невероятно красивая обычно я наношу вот этот оттенок на все подвижное веко но так как сегодня мы все-таки будем с вами наносить спаркл давайте мы еще каким-нибудь более темными дать чуть-чуть затемним наш уголок но я не хочу какого-то сегодня очень яркого макияжа я хочу полегче возьму кисточку а16 от and beauty и предлагаю набрать вот этот вот красивый такой баклажановый оттеночек смотрите сделали такое затемнение и сейчас я беру кисть чуть пошире побольше и предлагаю сгладить границы лучше всего делать это скульптором но пока давайте мы просто немножечко так вот потушу им чистой кистью просто чтобы если где-то что-то немножечко не так это было менее заметно задали форму нашего глаза сделали такую легкую дымчатую тушевку даже сегодня мы про максимально такой спокойный легкий весенний макияж и соответственно сейчас самое время перейти к спарклу как я вам говорила спарклы любые пусть то шик бернович ну в целом их лучше всего наносить либо на подложке либо на кремовые или жидкие тени или лучше всего как показал вот мой такой небольшой тест-драйв лучше всего спарклу наносить на тени в стике они держатся гораздо лучше они лучше себя показывают не скатываются я конкретно тестировал мимозу с карандашом в стике от шик в оттенке цинк но так как цинк он более такой я бы сказала для смоки для каких-то коричневых вариантов мне показалось что мимоза немножко так меркнет на его фоне мне хочется сохранить максимально эту яркость и так как я все-таки не на целый день с утра до ночи иду сегодня с этим макияжем до кого я обманываю я в целом его смою после того как сделаю это видео потому что уже поздно но тем не менее то есть если вы так порядка на 6-8 часов выходите то на жидких тенях тоже все будет более-менее окей и сегодня я воспользуюсь жидкими тенями от люкс визаж металл хайп и оттеночек у нас с вами 0 2 это такой очень легкие чуть в розовиночку уходящий нюдовый оттенок такой персиковый розовый он мне кажется отлично впишется я тоже не люблю пачкать руки в последнее время как у меня появилась то палеточка я наношу на палетку эти оттеночки и уже буду переносить на наши глазки смотрите как красиво мне кажется эти тени просто отлично цветовой гамме вписались наш макияж даже еще раз проверю да это все-таки 0 2 оттенок в общем они мне кажется таким действительно розовым потоном и вот под такие макияжи очень красиво смотрятся мне кажется основа положено просто замечательно выглядит цвет очень красиво и сейчас самое время чтобы нанести наш спаркл спаркл я советую носить пальчиками так лучше всего он передастся так лучше всего он будет себя чувствовать и выглядеть на нашем глазу соответственно мимоза покажу еще опять какая она красивая шип представили 4 спаркла примерно в январе наверное и вы знаете как сложных достать вместе отдельное видео есть про спарклы посмотрите если нет там даже я каждый оттенок носила и показываю вам как хорошо они держатся как они ведутся в течение дня поэтому пожалуйста посмотрите если не смотрели и мимоза такой красивый дуохром фиолетово-бежевый персиковый на общем очень интересный цвет который мне кажется сегодня раскроется на нашей подложке на нашей форме вообще вот все то что уже есть на нашем глазу соответственно набираю он мягонький такой поэтому осторожненько даже вот как бы смешно это не смотрелось я спрякнул немножко чтобы все это не засияло о божечки люблю любит оттенок так начнем наносить давайте с этого глаза чтобы вы увидели смотрите сразу да у вас засияло все таким фиолетово персиковым отливом очень красиво спарклы не пылят то есть вот здесь все все в порядке единственное что нужно будет наверху поправить тушевку и вот сейчас я пальчиком залезла чуть-чуть нам это подкорректирую посмотрите как красиво смотрится этот оттенок мне кажется вот именно он залог моего весеннего максимальное настроение то что это всегда просто очень красиво для того чтобы смахнуть все что у нас здесь осыпалась во первых я всегда использую пушистую кисть а вот получится может быть все будет нормально и нам не потребуется какая-то до тушевка дополнительная и в целом все почистилось честно говоря вот остались какие-то маленькие да такие незначительные у нас фрагменты блесток на их совершенно не видно я думаю даже так останусь не будущее второй слой консилера класть то что мы все-таки сегодня хотим что-то очень-очень натурально единственно что сделаю чуть-чуть подправлю форму прям чуть-чудочку берем кисть консилером и вот так вычищаем то что вам не нравится ну что смотрите какой красивый оттенок это такой сиренево персиково фиолетовый дохром он очень красиво переливается на солнце и честно говоря сейчас просто искусственный свет а когда натуральный естественный солнечный свет еще больше вы словите вот этого красивого персика мне очень нравится ну и я буду не я если не воспользуюсь палеткой rose quartz от фото бьюти мне кажется я уже настоящий ее амбассадор потому что это самое красивое что могли придумать я буду всегда вам ее показывать и всегда не говорить пока не куплю что-нибудь более интересное но она очень красиво и заканчивать все эти макияжи со спарклами благодаря своему оттенку moon magic вы тоже мне кстати писали что у меня там сияет и это вот этот смотрите какой дохром он очень красиво смотрится и со спарклом саны со спарклом мимоза прям я обожаю я беру маленькую кисть я все кисти для вас помыла я надеюсь что вы увидели и вы это цените потому что я хочу чтобы все было красиво в кадре соответственно мы берем с вами этот оттеночек он правда немножко такой рыхлый поэтому поосторожней и сейчас будем наносить его во внутренний уголок глаза и вы увидите как красиво преобразится этот макияж он станет еще красивее смотрите такая капелька русалочи мне писали в последнем видео что вам очень нравится когда я выделяю так внутренний уголок глаза да и ребят мне тоже на самом деле очень сильно это нравится это очень красиво смотрится особенно видео особенно когда ты там где-то подворачиваешься ну в общем я вот такой эффект люблю смотрите я уже увлеклась и начала его втушевывать мимозочку ну что прям еще больше у нас было русалочки потому что это все очень красиво смотрится должно невероятно у вас переливаться ну что мне кажется с мой мэджиком абсолютно вообще другое дело ну во первых я стала похожа на себя а потому что тоже буквально моя визитная карточка ну и во вторых смотрите он как красиво подсветил наши внутренние уголки глаза и вообще я считаю что спарклы это просто мое второе имя я готова сдать на утилизацию свои палетки с матовыми текстурами свои палетки с перламутром и шиммерами чем хотите только оставьте мне спарклы и кстати сейчас я жду кое-что очень очень интересное оказывается у бернович я вам часто говорил что у них тоже есть спаркл они достойны классный прошлом видео про спаркл и шик у нас даже было сравнение оттеночка спаркл 13 с оттенком санта что нереально похоже там технические характеристики конечно немножко другие но если вам очень не втерпешь что можете посмотреть оттеночек 13 и я оказывается и недавно узнала что у них есть еще линейка galaxy и это просто вот если спарклы это соответственно там дуохром и какое-то тройное до цветовое решение то galaxy это просто я честно скажу что не сама прознала я увидела у вики в telegram канале века это просто вообще моя находка последнее время мы с ней познакомились она тоже бьюти блогер она ведет свой youtube канал telegram канал и у нее просто кладезь каких-то красивых ярких красочных макияжей то чего я обычно не то чтобы стесняюсь но я всегда смотрю в эту сторону но вот мне не хватает вдохновения как приду к ней в любой обзор и там так красиво и там сияет и там так ярко но в общем я вам настоятельно советую тоже познакомиться с викой посмотреть ее творчество тем более если вам приятна моя атмосфера то ее тоже понравится не такие классные вообще дружелюбные теплые обзоры в общем у нее множество обзоров на шарлотт тилбери а я знаю что вы тоже у меня любите смотреть шарлотт тилбери наташу динону анастейшу beverly hills и в последнем видео как раз таки у нее были первые впечатления она показывала этот максимально невероятно красивый спаркл этот galaxy и там просто сияние со всех сторон градусов ну я не знаю как это передать я тоже себе заказала вот по совету вики и очень жду очень жду очень хочу а вы пока я жду обязательно познакомьтесь с контентом вики и надеюсь что вам понравится и вы то что интересно у себя найдете а мы с вами продолжаем краситься следующее что мы делаем это нам нужно наши глаза закончить конечно можно можно воспользоваться карандашом я вам показывала вот такой карандашик но я даже не знаю ну в клубу явно что не подойдет мы можем взять вот это абсолютно такой же карандашик но красненький мы можем взять какую-то некую кисточку и прорисовать только у зоны рост ресниц мне кажется это будет вполне себе и учитывая что у нас тоже будет такая бургунди подводка почему бы и нет может быть это будет красивый я прям набираю кисточкой на карандаш он такой прям очень подвижный очень хороший и вы спокойно сможете это сделать чтобы еще максимально тоньше все это прорисовать я думаю что будет отлично берем и только там где у нас растут реснички на что наша задача не вырисовывать какие-то адские стрелки а просто как будто бы объемы придать за счет такой цветовой стрелочки классика жанра увлеклась и нарисовала настоящие большие стрелки но я думаю не проблема потому что этот карандаш я вам советовала только в синем оттенке и вы можете посмотреть как красиво он смотрится это как раз таки оттенок который я не упомянула это оттенок 03 и он просто действительно очень хороший он застывает он долго держится на вашем глазу и такая хорошая мне кажется вариация цветных стрелок которые можно еще продублировать если вы переживаете но в целом все красиво и посмотрите как замечательно работает кисть от шик номер 13 очень тоненько и смотрите какие стрелочки она нарисовала обычно камеру очень сложно рисовать стрелки я волнуюсь ничего это не хватает но здесь прям все мне нравится мне кажется все хорошо получилось так и дальше я думаю что мы уже переходим к глазам заканчиваем их и быстренько оформляем губы глаза это соответственно тушь maybelline sensation в оттенке бургунди и я сказала что и достаточно сложно купить то что мне оставляли в телеграме фидбэк что ее как-то нету ну я и на яндекс маркете ее увидела вот за последнее время я конечно понимаю что это все могут быть тоже поделки поэтому остерегайтесь проверяйте смотрите что пишут продавцы но не так все критично как я вам нарисовала прокрашиваем наши реснички очень красивый оттенок он сейчас так красиво будет смотреться с нашей стрелкой единственное что стрелочка немного помешает вашему восприятию но пожалуйста поверьте это очень красиво смотрите какие красивые разделенные длинные но просто невероятно мне кажется же натуральные реснички получаются с этой тушью но все-таки она больше работает на объем она у меня как я говорила не осыпается и у нее очень красивый оттенок такой благородный немножко бордово-сливовый который просто очень красиво встраивается в такие макияжи медные сиреневые ну и конечно под зеленые карие глаза это смотрится просто невероятно смотрите вот очень красиво мне кажется что не каждая тушь так хорошо себя ведет на глазах и прям правда конечно все индивидуально у вас она может там отпечатываться зависит того сколько жирная века но вот у большинства моих подруг тоже все окей поэтому я вам собственно и посоветовала так я думаю я оформлю брови но это кстати мои брови без всего мне часто спрашивают как бы даша как-то оформляешь брови да вот наверное с чем с чем с бровями мне повезло поэтому я немножко буквально уложу их сейчас гелем от мэйбеллин и собственно я думаю все вот оформили брови за пару секунд дальше мы уже переходим губам я показывал вам плампер от шик если интересно может еще раз посмотреть прошлое видео потому что там я уже непосредственно в этом плампере сижу и еще я показывал вам блеск от не бледная мы сейчас с вами посмотрим насколько он классный красивый так вообще игривый весенний оттенок я прям его очень сильно люблю он супер плотно переносит этот цвет ну то есть как бы здесь даже я сейчас скажу вы испугаетесь нет здесь комфортно то есть вы можете на слоите сделать очень сочные розовые такие гуклы барби а можете просто вписать красивый ваш образ как я говорила я с мимозой очень люблю вот и соответственно я люблю это комбо потому что они красиво смотрятся вместе смотрите этот блеск от не бледный честно говоря не нуждается ни в каком карандаше для того чтобы очертить форму потому что он достаточно плоткий но при этом не липкий он комфортно ощущается на губах нет такого что когда вы разговариваете блеск вот так по вашим губам стекает то есть здесь все хорошо это такое я бы сказала достаточно базовое нанесение но и не слишком легкое то что можно вообще там пальчиками до растушевать но и не интенсивная то есть если вы хотите максимально неоновые губы этот блеск вам позволит сделать и главное что все будет комфортно он не будет стекать он не будет куда-то убегать контур не не съедет в общем он вообще замечательно он классно сходит с губ и мне кажется он очень такой красивый когда солнышко ты на улице просто вот это мимозка этот блеск эти стрелки барновые ну вообще настроение просто максимально поднимается а на самом деле наше видео подошло к концу значит нам пора прощаться во-первых спасибо что вы досмотрели его до конца я очень это ценю надеюсь что подписались на канал оставили комментарии напишите как вам образ какие фавориты вам понравились что вас наоборот разочаровало возможно в прошлом видео для себя что-то выделили а сейчас поняли что ну не совсем моя история не совсем для меня пишите ну и подписывайтесь конечно на мои остальные социальные сети в частности телеграм там просто невероятно интересно там жизнь кипит 24 на 7 девчонки уже сами что-то друг другу советуют спрашивают просят чем-то поделиться мы постоянно кита промокоды интересные выкладываем общем там интересно я вам обещаю поэтому приходите и до новых встреч мы скоро увидимся в том что новые видео уже не за горами пока